Культ, 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 культа год. 12 часов и 5 минут в Кирове, да, это программа Культпоход, как обычно, в пятницу в это время она начинается, и мы приветствуем вас, мы, это Света Она Дождевых и Владимир Сметанин. С Новым годом, с наступающим, да, в первую очередь нужно слушателей поздравлять, остается всего лишь чуть-чуть, завтра будем встречать Новый год, наступит будущее, да, но перед тем, как будущее это наступит, мы сегодня отправимся, видимо, в прошлое, установим такую связь времен, у нас сейчас на столе лежат исторические экспонаты, мы их уже потрогали, изучили, все это вызывает большое-большое удивление, такое необычное ощущение, и все это благодаря нашему гостю, Сейчас мы его будем представлять и будем говорить о той сфере, в которой он работает непосредственно В гостях у нас создатель музея средневекового вооружения, Вятский Арсенал, создатель музея, автор музея Николай Ишутинов Николай, добрый день, с наступающим вас тоже Новым годом, кстати, нас слышать можно не только на 101.0, но также еще и трансляция, видеотрансляция есть на нашем сайте Да, и сегодня мы очень рекомендуем смотреть трансляцию, потому что очень колоритно все выглядит у нас в студии Если есть возможность, заходите, пожалуйста, и в наш телеграм-канал, и на наш сайт, и на наш канал на ютубе Николай, что называется, принарядился, но у него ни новогодний наряд нет, вот заходите, сейчас увидите Вы, Николай, сейчас в образе средневекового воина, так? Скорее... Уточните Скорее, горожанина новгородского или уже вятского Потому что костюм 14 века, новгородцы вятку основали, и вот и ветчане, и новгородцы вот так одевались Давайте поясним, мы все-таки на радио, да, для тех, кто не может сейчас посмотреть, вот это, что, рубашка это называется? Нет, да, льняная рубашка Льняная рубаха Шапка бобровым мехом отороченная Вот я вижу, да, бобра ни с чем не перепутаешь, да, этот мех Ну и... Борода прилагается Конечно, как без бороды в средневековье Да, да На мне пояс, сумками, кошелечками То есть образ полностью соответствует Вот так вот типично, традиционно выглядел средневековый новгородец А женщины, кстати, выглядели Вот хорошо, если бы мы пришли с напарницей какой-то, со своей, с коллегой, с девушкой Тоже так же, в льняной рубашке, только до пола была бы Практически так же оформленная была Головной убор зимой в холодное время тоже могла шапку носить Ну, в основном платок с очельем Очелье это такая, ну, как это, как кушак Плетеная полоса, которая придерживает платок И на него еще песочные кольца вешаются Такие украшения, как серьги А верхняя одежда зимой? Что это обычно было? Ну, нам более привычное слово кафтан Но на тот момент это называлось вита Шерстяная одежда длиннополая На пуговках Ну, или еще есть такая одежда, как опашень Более нам, скажем так На бояр мы привыкли видеть ее Для знати такая одежда, для необычного сословия Это одновременно и плащ, и пальто верхнее Ну, носили какие-то важные люди Ну, на вятке это мог быть воевода, либо богатый купец Ну, издалека можно было определить, да, что это человек статусный У него широкий воротник, мехом или какими-нибудь жемчугами украшены И также длинная рукава до пола И продевали руки в прорези на рукавах Знаете ли вы, Владимир, что Николай сам создает эти костюмы И шьет их вручную Ну, вот по поводу оружия, которое у нас здесь на столе Средневекового оружия, да, мы уже поговорили Николай все своими руками это делал У нас здесь представлен топор Сейчас держу его в руках У нас меч есть боевой У нас есть еще рукавица Рукавица с защитой причем, да? Все правильно назвал? Да Ну, такие рукавички на Руси назывались Ничего себе рукавичка Сколько весит эта рукавичка? Знаете, наверное Веситана не так много, но прилетит солидно, да Надо сказать Фамилия Галицин Вот происходит от названия таких рукавичек Галицы Галицы они называются Как любопытно Давайте поговорим Все сделано своими руками, Николай Большую часть Ну, металл, к сожалению, это нужна отдельная мастерская Но частично и с металлом тоже работаю Но все, что есть ткани, кожи, дерева Стараемся своими руками делать Ну, вот меч как создавался? Меч я у товарища купил Ага Десять назад Ну, вообще, в принципе, как такие создаются вещи? Это ковка все равно Ковка, закалка обязательно Должен быть горн и так далее Да Ножны из дерева, кожа обтягивается уже Тут два мастера поучаствовало Один меч делал А второй его потом переделывал И делал к нему ножны Давайте, наверное, к истокам, да, вообще перейдем Вашего увлечения Что, откуда это взялось Как давно вы начали этим заниматься Как это все воплотилось именно в музей средневекового вооружения Вятский арсенал Позже расскажем, где вы находитесь И как можно вас посетить И кто имеет такую возможность Чего все начиналось? После школы увлекся Так называемый сейчас называют Не, не так начали В древние-древние времена После школы Ролевики, либо толкинисты называют И захотелось научиться фехтованию Самому сделать доспех или костюм попробовать Куда-то в лес с ребятами Выехать Но через пару лет А там тогда такая волна была Увлечение вот именно реконструкцией Историческими какими-то вещами Я так понимаю, что есть разница, да, между реконструкторами и ролевиками Ну, ролевики это прежде всего фэнтези Ну, сейчас очень много направлений Кто-то там и по Дикому Западу Да, и по каким-то играм Типа Сталкер, например Воссоздают Ну, в основном Раньше это было фэнтези Толкин И же с ними Продолжатели его И воссоздаются костюмы Доспехи, ну, грубо говоря На коленке И, как сказать От себя А реконструкция Это уже работа с источниками Это, можно сказать Одно из направлений даже Современной вот Исторической как бы стези То есть это в том числе работа с документами Поиск реальных изображений, да Каких-то Обязательно Там множество Схем, конструкций и так далее Все виды источников, да От археологии До летописей Письменных всяких источников До изобразительных Гравюры Рисованы разные изображения в книгах И прочее И вы пошли именно в направление Да Как правильно его называть Реконструкция 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 Реконструкция, да Да С 2005 года Сменил, скажем так, клуб Сменил направление деятельности Вид фехтования С ролевого уже на историческое Мечи уже железные Они деревянные Вот это основное отличие, да Во многом Почти во всех как бы сферах отличие Хотя сейчас Качество Нет, я имею ввиду фехтование именно Да Просто чтобы понять Что изменилось-то именно С ролевого на историческое Историческое фехтование Делится сразу Примерно на 4 вида Подразделяются Поэтому Сложно сказать, что Как-то Одно от другого Там сильно отличается Потому что ролевое Оно близко к одному Из В той или иной степени А это связано Как-то с официальным спортом С фехтованием Тут нужна ли подготовка Какая-то спортивная Если у нас какой-то клуб Исторического фехтования Например У нас есть клуб Берлога Спортивный То есть это и одновременно Спортзал И клуб Исторического фехтования Ребята там раз в неделю Полностью латы одевают Сражаются Там в составе Два чемпиона мира По боям Есть направление Спортмеч Это больше детское Где в мягком снаряжении Как например Для карате Шлема Шлем например Который защищает От воздействия От ударов Полная защита Получается Всего тела Рук Но это больше Для детей На мягких мечах Этим сейчас Я занимаюсь Детскую секцию Веду У меня около 40 детей Последние два года Ну а по Кирову Вот все получается Вот берлога И я Ну это вот официальный спорт Есть у детей интерес Да к такому виду Ну это интересно Романтика опять же Романтика Или все таки Это еще какие-то навыки дает Вот которые непосредственно В жизни там Сами создают себе костюм Да в котором они Потом эти латы Или это все выдается В этом клубе Ну там спорт Как бы Все выдается Проводятся соревнования Примерно Два-три раза в год Турниры в Кирове В том числе детские Проходят На мягком оружии А не городского у нас Областного уровня Или межрегионального Всероссийского даже Межрегионального Межрегионального Да Из других субъектов Приезжают гости Берлога Сколько всего интересного Да Хочется от Николая узнать Вот может быть Вернемся к музею Вятский арсенал Когда появился этот музей Именно со статусом Собственно музейного Учреждения Какие там проходят мероприятия Все интересно От вас узнать Музей Восьмого января Будет четыре года Как Мы открылись Прям в новогодние праздники Вы открыли Получается Ну получается Неправильно Надо было раньше Чуть-чуть начинать Чтобы захватить Вот эти все Каникулы Да Я просто в мае месяце Тогда Уволился С завода И За этот период Довел до ума музей Свою мечту Свои идеи Вы Реализовать наконец-то смог Время свободное Больше стало Сколько там Семь месяцев Вы их воплощали До января Лето я Детские лагеря проводил В Порошино Там тоже мы много Фехтовали Стреляли из лука Так что Получается Осень я Потратил Чтобы довести До ума Чем именно Это занимали Что доводили до ума У меня были Почти готовы Манекены Но это не какие Это магазинные Именно В нормальной позе Которые выдержат Вес доспехов Манекены в полный рост Прям С руками Ногами Да С меня копия Вася не та Просто магазинные Они немножко такие Руки Женские Шея длинная Ну понятно Говорят что Даже меньше ростом Были ведь да Средневековые люди Да Средний рост Метр шестьдесят Это Причем воины В основном Крестьянин Он еще меньше Могут быть Рост Да Редкое исключение Когда до метра Восьмидесяти Там семидесяти Ну это уже прям Богатыри Просто Гиганты Да В этой сфере ведь как Чем больше Собственно Объект Тем легче его поразить Наверное да Ну как его защитить Ну как защитить Как защитить его Собственно Да Требуется больше Материала Больше усилий Так И вот в январе Восемнадцатого года Да Восемнадцатого еще Восемнадцатого да Ну четыре вот будет Я как-то А ну тогда Тогда восемнадцатый Восемнадцатый уже Да Если двадцать третий У нас поступает Уже тогда Девятнадцатый год Так И вот с этого момента Уже Начал проводить Регулярные экскурсии Ну в среднем Раз в неделю Примерно В каникулы Чаще приходят Перед праздником После вот Тоже часто бывает Могу по две По три даже в день Иногда проводить Работаете вы В основном с ребятами С детьми Со школьниками Да получается Шесть плюс Возрастное ограничение Мы В основном Условились да Обозначить Да идут Школьники младшего Первый До пятого класса Старшеклассники Скорее вот В виде исключения Приходят Иногда детские Они уже как-то Выпадают Из Интересов Другие уже идут Заметим Что все Экскурсии Проходят Проходят Которые в музее Средневекового вооружения Они проходят Бесплатно Вот Можно записаться Только Нужно записаться На экскурсию Вот Также можно посетить Без Записи В какое-то время Ваш музей Или Только по записи Лучше по записи Потому что Обычные рабочие часы Я Музей Прибираю Какие-то экспонаты Реставрирую Новые Создаю Регулярно Рабочий процесс То есть я могу Пилить Строгать По уши То есть непосредственно В музее есть инструменты Все необходимые Для того чтобы работать Да еще Конечно И я могу просто не готов провести Прямо вот Сходу экскурсию Поэтому лучше записаться Ну давайте сразу озвучим Что музей средневекового вооружения Ветский арсенал Находится в Кирове По адресу Дериндеева 89 Помещение историко-этнографического клуба Мир Все верно И номер телефона Тоже давайте озвучим Который связаться можно Непосредственно с Николаем Да Николай оставил свой номер телефона По которому можно записаться На экскурсии Это 8 909 133 40 43 Давайте по экспонатам Пройдемся Возможно самое ценное Самое уникальное Что можно В этот разряд Включить Вообще вот Экспозиция Что она собой представляет Это все предметы вооружения Какие-то Комплексы И отдельные предметы Комплексы Это значит И доспех И оружие То есть вот как вот Выглядел войн На бой Собрался Вот Такие образы Представлены И также отдельные элементы То есть это оружие Щиты Элементы быта Даже Какие-то костюмы Отдельные Посуда Ну то есть уже Не военная тематика Уже такая Да Уже быта Да Немножечко С повседневной жизнью Немножечко быта Да Так Изначально Было только Средневековье То есть С 13 по 15 век Сейчас я Немножко расширил От античности У меня есть Вглубь времен пошли Да Полный комплекс Легионера Римского Первого века И немножечко В новое время Полный комплекс Стрельца 17 век Получается Ну то есть У вас тематика Она не только Вот Новгород Не только Вятский Не только Вятский Но вы еще и Расширяете Собственно Для сравнения Это же очень интересно Да Вот Увидела Что вы проводите Еще мастер-классы По старинным ремеслам Что это за старинное ремесло Вот с прошлого года Точнее с этого Все еще Провожу мастер-класс По чеканке Средневековых монет Сейчас показываю Я извините Что пальцем показываю Но видимо под рукой Да сейчас вот это Это как пример И есть средневековые монеты Да Ну я чеканю Только одну монетку Новгородскую Как раз Вот 14 век Которая на Вятке Ходила В тот момент Что за монетка была Из чего Что там было изображено Это вот Те монетки Которые там Чешуйки Или это что-то другое Как они выглядели В 14 веке Оловянная монетка Клубленькой формы И с двух сторон Отчеканен рисунок С одной стороны Был князь изображен С другой стороны Надпись Которая Как сказать Подтверждала его Ну здесь Позвольте полюбопытствовать Да Немножко другие монеты Это то Это вами сделанные Или это исторические все-таки Это копии исторических Копии исторических Тоже реконструкция получается Но они Все-таки с оригинала Вы сделали эти А монеты Оригинальные Они были найдены У нас На территории Кировской области Относящиеся К 14 веку Насколько я знаю Просто нет Настолько древних монет На территории Кировской области Не обнаружено У нас Монет нет Но есть Культурный слой 14 века Почему мы Говорим Что город Именно с 14 века Потому что Как бы Первое упоминание В летописи Это 14 Но как бы Может быть он Раньше был Просто не нашлось Записи Или Упоминаний Не было А вот Культурный слой Говорит Что именно Новгородцы Их культурный То есть Как мы можем Определить Это конечно По керамике Виду Отдельным элементам Например Крестики Православные Мы можем Только вот Понять Что это не Какие-то местные Племена Вот 14 век Вот в Новгороде Хождение имело Новгородцы Основали Ну возможно Просто не нашли Или Да не нашли Не довезли Самые ценные экспонаты В музее Самые ценные Кто к чему больше Душа не знаю Лежит Я не имею В первую очередь Материальное Какое-то Выражение Или может быть Находка Какая-то Ну оружие Оно получается Наверное Самое Материально Ценное Мечи Вот Получается 15 века Меч С красивой Фигурной Гардой Это такой Промежуточный Меч Что такое гарда Защита На рукояти Элемент рукояти Да Вот эта перекладинка Как раз Вот он Наверное Самый необычный Красивый И для меня Наверное Самый дорогой Хотя Я его скорее Получил Как сказать Как бартером Что ли А не Покупал Или где-то По договоренности В общем Ну да Человек Скажем так Долг отдал Мечом Долг отдал Палатку не вернул Но отдал Меч Слушайте Совет накануне Нового года Поспоминать Кто вам должен И попросить Чем-нибудь Необычным Может То вернем А кстати Что-нибудь Приносили В музей Интересное Любители Какие-то Ну просто Узнали о вас И решили Поделиться Чем-то таким У меня Несколько Экспонатов Не мои В музее То есть Они там Даже часть Экспозиции Являются Но Просто Как Отдано На хранение Чтобы могли Люди наблюдать Они где-то Будут валяться В кладовке Или на балконе Человек Занимался Или Решил Что ему Это неинтересно Либо Отложил На время И передал В пользование А сколько Вообще У вас Николай Единомышленников Коллег Такое ощущение Что вы один И экскурсовод И изготовитель И собственно Непосредственно Образ Вот этого Воина Ну на данный момент У меня клуб Около Десяти человек Ну к сожалению Это постоянных Да Сотрудников Можно их назвать Да или как Любителей Любителей Да Кто это Взрослые люди Или дети Это В основном Студенты Где-то вот Молодежь Скажем так Наверное историки наши Нет Не обязательно Не обязательно Ну есть среди них Ну уже не в клубе А ребята Кто Тоже реконструкцией Боями занимаются Они Образование Тоже историческое Имеют Вот Ну и помимо меня Есть другие клубы Вот буквально На днях прошел Вот праздник Ранний Средневековый Ёль И все Кто ранним Средневековым Занимаются Что за праздник Такой Поясните Ну это Аналог Я не специалист Просто Ну не нового года Аналог Нет Это скорее Как Рождество Языческого И вот Ребята То есть посвящен Какому-то Это в Порошино По-моему Проходило Они где-то Ну в Порошино В том числе Проходят праздники И вот ребята Кто ранним Средневековым Занимаются Собирались Больше Наверное Человек 15 Вот Кто сейчас Активных Кирове Ну немножечко Сейчас на спад Пошло Просто все Кто занимался Уже Семьи Дети И Времени Просто не хватает И средств В том числе На свое хобби Ну вы-то Судя по всему Тоже семейный человек Вам как-то Удается договариваться Чтобы Вам Выделяли время Что называется Ну Николай Это работа Ну работа Да Сделал работы Чтобы Любимое дело Не бросать Но к сожалению Все равно Приходится жертвовать Не езжу На фестивале Уже 6 лет В каких-то Мероприятиях Крупных Клубом Не могу Активно руководить А вообще На уровне Российской Федерации Активно Проводятся Вот эти встречи Обмен опытом Показы фестивалей Да вот именно Людей увлекающихся Конечно В каждом городе Не по одному клубу Регулярно Турниры Фестивали Проходят Ну сейчас Ну сейчас Государство Во многом Взялось Помогать И грантами Грантовая поддержка Существует Да вот Например В Порошино Вы начинали С Сергеем Буквально На коленке Фестивальчик делать А сейчас Вот Грант выиграл И он По Масштабу Превосходит Даже Многие Другие Фестивали Крупные Более крупные Да То есть Серьезно За Уже 12 лет Вырос Администрация Города Как-то Привлекает Вас К созданию И проведению Каких-то Мероприятий Тематических Ну связанных Вот тут сейчас Скоро Юбилей Города Уже Какие-то Планы Есть Может быть Создание Образа Ушкуйника Или Воссоздание Или Какое-то Проведение Какое-то Мероприятие Пока нет Но может быть Буду Но вы готовы Но вы специалист По ушкуйникам Или нет Можете о них Рассказать Ну наверное Скорее да Скорее да Потому что Сейчас уже Такой Спорный вопрос В отношении Кто же они Такие все-таки Были Вот Ваша версия Основателями Нашего города Кто являлись Мирные новгородцы Все-таки Ушкуйники И если Ушкуйники То кто они Были Чем они все-таки Занимались Ушкуйник Это Такой Собирательный Образ Вольного Человека Которому Скажем так Хочется Одновременно И Искатель приключений В какой-то степени Да И заработать И Да Приключения Найти на свою Скажем так Седину На всего себя Да И Это были И купцы В первую очередь И соответственно Когда Какой-то Торговый путь Формируется А для чего Купцы шли Здесь Меха Это же Уже Как сказать Богатые Природные Ресурсы Наших краев Меха У местных Скорее всего Сами они Вряд ли сюда На охоту Приезжали Именно Выменивали У местных Племен Везли Новгород А в Новгороде Купцы Европейские В большом количестве Этот мех Его мягким Золотом Называли То есть Практически Чуть ли не на вес Золота Скупали У них там Пушного зверя Мало Климат Мягче А вся Королевская Вот это Скажем Контингенты Знать Они Меха Очень ценили Просто как Даже элемент Татарочки Костюма Не то что там Меховой плащ Например Все вот Везли От нас За большие Деньги Покупали И соответственно Когда Торговый путь Появляется Купцу Что нужна Охрана Нужны Большие Скажем так Габаритные Суда Для перевозки А там Где Скажем так Богатство Какое-то Там Может и Разбойники Появляться И в совокупности Вот этот Вот Весь Всю эту Миграцию Людскую Прозвали Ушкуйниками Кто ходил Явление Как вы Всех Примирили Все версии Которые Существуют Исторический Профессиональный Поход У нас завершается Первая часть Нашей программы Я напоминаю Что скоро Мы начнем Задавать вопросы Есть у нас Призы Традиционно В культпоходе Так что Не переключайтесь Для многих Самая интересная Часть программы Культпоход Сейчас начнется Вы отвечаете На вопросы Наш гость Будет их Задавать И все это За призы Список которых Сейчас Светлана Озвучит Безусловно 211-101 Напоминаю номер Нашего прямого эфира Что у нас сегодня Сегодня разыгрываем Пригласительные В кинотеатр Дружба На любой фильм И сеанс Также пригласительные В галерею Прогресса На две фотовыставки Проект Первозданная Россия И выставка К 65-летию Городского фотоклуба Диана Обе выставки С ограничением 6 плюс Пригласительные Билеты В театр На Спасской На новогодние Спектакли Это 2 января В 14.00 Снегурочка Снегурушка 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 Вот Мы недавно Говорили Об этой постановке В нашем эфире Такое название Ласковое Ограничение 6 плюс И 5 января В 11.00 Триам Здравствуйте Ограничение 0 плюс Книги От магазина Читай город Вирджиния Моррис Забота о родителях Энциклопедия Ухода за пожилыми людьми Ограничение 16 плюс Евгений Водолазкин Чагин 16 плюс Фенни Флэк Рождество И Красный Кардинал 16 плюс И Тун Хуа Поразительные На каждом шагу Алые Сердца Захватывающая история О женщине 21 века Попавшей В ДТП Ограничение 18 плюс Эти и другие Книги Вы можете найти В магазинах Читай город По адресам Преображенская 65 Ленина 103А Луганская 53 И Волкова 6А И От Николая Есть у нас Да еще Сувениры От нашего гостя Николая Ишутинова Создателя Музея Средневекового Вооружения Вятский Арсенал Ну что Давайте Задавайте вопрос Николай Вопрос Такой Мы все Знаем Такие слова Как Броня И доспех Для нас Примерно Одинаковое Сейчас Значение Ну какое-то Общее Да Но Средние Века Они На Руси Различались Вот вопрос Чем Они Различались Броня И доспех Ну мне кажется Вопрос Достаточно Непростой Но мы будем Помогать Нашим Слушателям Найти Правильный Ответ 211-101 Ждем Ваших Звонков Очень много Призов Накануне Нового Года Хотелось Бы Вас Порадовать Чем-то Таким Приятным Чем Раньше Отличались Броня И доспех Это по функциональному назначению Они да Отличались Видимо По виду По виду Я тут сразу Сразу подсказала Видимо Ну вот Будем Собственно Сейчас выяснять Дозвонитесь Если Не получится У вас так Сходу правильно Дать ответ Мы будем Вас Стараться Направлять В верном Да 211-101 Добрый день Как вас зовут Ольга Ольга Знаете Да Вопрос Понимаете Не будем уже повторять Да Пожалуйста Отвечайте Попробуйте Доспехи носят А броню возят Нет 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 Ну что вы так резко Нет Ну а ты мягче Вы не совсем правы Ольга Подсказывайте Николай Николай сказал Что отличается формой Как-то Видом Видом А видом Подсказочка Броня плоская Ну подсказывайте Подсказывайте Доспех Однокоренное слово Можно А броня Это уже другое А Броня Оброняет Доспехи 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 Доска Может быть Да Правильно Ольга Слышали Что Доспехи Доск Вот еще Однокоренное слово Что рождает Ассоциацию Ну Как мог выглядеть Доспех Если у него Доска Однокоренное слово Доска Деревянный он был Нет Плоский Прямой Дощечка А в виде дощечки В виде дощечки Пластинка Пластичный Нет Мы туда идем То есть из деревянных пластинок Из деревянных дощечек Или что Просто пластинок Но Пластинчатые Пластинчатые Хорошо А если от пластинчатого Отличается броня То из чего она могла быть сделана Из металла Все из металла было Но если не пластинка То То я Цельный предмет Сама в замешательстве Малка Ну как мы вот русского воина Представляем Что на нем в первую очередь Одета Защищает его Тело Кольчуга Кольчуга Ну и Что еще нужно сказать Доспех От брони Чем отличается Кольца И дощечки Да Броня Там кто-то подсказывает Мы дошли до самой сути Я почувствовал себя Не знаю Первоклассником Не очень выспавшимся Не понимающим Что от меня требуют Ладно Да-да Ольга Да Слава богу Все вместе разобрались Ольга Вы точно заслужили Приз Что выбираете Билеты в кино Билеты в кино Все отлично Не кладите пожалуйста трубку Передаем вас нашему редактору Ну и второй вопрос Долго Много времени потратить На ответ на первый вопрос Ну давайте Вот у нас еще есть Две-три минуты Ходом давайте туда Следующий вопрос Ну самый распространенный На Руси Да и вообще Во всех эпохах Доспех Неправильно сказал Броня Это кольчуга И это не универсальное снаряжение Так вот Оружие различалось По разным типам атаки Колище Реже Рубище Рубище Дробяще Так вот От чего Хорошо защищала От чего Плохо защищала Кольчуга То есть надо будет То есть надо просто выбрать Сейчас да Из предложенных вариантов Да-да От чего она хорошо защищала От чего не очень Кольчуга Напоминаем Это Это броня Нет я имею ввиду Из колец Из колец Определенным образом Сплетенная Вот нам до начала передачи Да Николай пояснял Вот например Это рукавица Воина Здесь с методом Заклепывания Да вот сделаны Эти колечки Заклепочки А есть еще просто Кольца сведенные Из жесткой такой проволоки У нас уже есть Ну давайте выяснять Добрый день Добрый день Так Наталья видимо да Да Наша постоянная слушательница Пожалуйста Спасибо вас тоже Повторяем вопрос От чего кольчуга Хорошо защищала Да От чего плохо И варианты И варианты Сабли и топора Хорошо защищала Давайте по видам А сейчас нам Николай Скажет виды Оружия Только у нас минуты остается Да И сейчас выберем Давайте Режащее Колищее Рубящее И дробящее Наверное От чего защищала Да От чего хорошо Получается режущие И рубящие Защищала Да Защищала Да Потому что колющее Мне кажется Если там пластины То можно было Копьем Грубо говоря Откнуть А дробящее Как вы думаете Ну вполне возможно Наверное От дробящего Вряд ли Раздробиться Хорошо Нормально Все правильно Все принимаем Ой какая вы молодец Наталья Да Ну даже Глядя на это Собственно От колющего Вряд ли Да Можно было Проводили Современные испытания Копьем пробивают А топором нет Да Если у вас сильное воздействие То копьем Действительно Чем-то вот таким тонким Запросто это все Наталья Что выбираете Какой приз А можно придать Хорошо Все отлично Да Тем более Что у нас уже Без вопросов Мы два вопроса задали Очень сегодня интересно Прям зарядка для ума Сегодня у нас В культпоходе Для наших слушателей Ну что ж Николай У нас завершается культпоход Мы вас благодарим За визит к нам С наступающим Планы кстати Расширяться есть Новые экспонаты включать Ну буквально Несколько секунд Можем ли пригласить К вам на новогодние праздники Будете ли работать На новогодние праздники Буду Уже есть заявочки Все Прекрасно Еще раз озвучиваю Что музей средневеков Нового вооружения Вятский арсенал Находится в Кирове По адресу Деринзяево 89 И номер По которому Вы можете связаться С Николаем 8 909 133 40 43 Возрастное ограничение Детских экскурсий 6 плюс Спасибо Спасибо Всех с Новым годом С Новым годом